Это большая кроличья норка. Каждый, кто сюда попадает, становится кроликом. Взрослые тут выключают взрослых, включают детей и начинают скакать. Изначально я завел, как и все, для себя на еду, но кушать я, если не смог, может, маленький выращиваешь, кто-то заболел, лечишь, вылечиваешь. Так они у меня и жили, размножались. Общаясь с кролиководами, я понял, что не все кролиководы знают, какие есть породы на самом деле. Утром я делаю осмотр кроликов, кормлю, пою. Если есть заболевшие, сразу его ставлю на карантин. В среднем один кролик потребляет 150 грамм зерна в сутки и около полукилограмма свежей зелени. Но я их держу на сухом скармливании. Сено у них есть постоянно и зерно есть у них постоянно. Вода должна быть в наличии. Это мой один из любимых кроликов. Очень красивый. Порода большое, светлое серебро. Данные кролики рождаются совершенно черными и в трем месяцах начинаются покрываться серебром. И вот где-то к полугоду совершенно заканчивают серебриться, так скажем. Целая сеть кроликопарков по всему миру. Это глобальная цель, которая, да, стоит, она прописана. На 5 лет стоит цель 3 кроликопарка по Крыму построить. Ну, вот такие амбициозные цели есть.